Да. Привет. Что случилось? Скорее всего, вы даже не помните, кто я. Но пришло время делать контент, так что... Господи. Меня зовут Семен, и это ролик по теме, в которой я почти не разбирался до этих самых пор. Возможно, так и не разобрался, но это вы мне напишите в комментариях. Думаю, что не только я замечаю, что время, когда разработчики часто пробовали новые подходы к играм, прошло. Ну, где все эти эксперименты с физикой, попытка в реализм, проработка мельчайших деталей и прочее. Конечно, есть исключения, но их не так уж много. Запуская очередную поделку от Ubisoft или Electronic Arts, ты уже знаешь, что там будет. Открытый мир, зачистка территорий, сгенерированные нейросеткой сайдквесты, королевские битвы и розовые скины на оружие. Меняется только оболочка и количество лутбоксов стоимостью боевого пропуска. Но вместо того, чтобы ругать современные конвейеры, я предлагаю вам вернуться в 2005 год. Да, простите, пожалуйста, за это поехали дальше. Сегодня поговорим про игру, которую я просто обожаю. Fear. Вышла аж 17 лет назад, и я до сих пор не видел противников интереснее, чем в ней. Они могли бесшумно обойти со спины, пока напарники поливали игрока огнем. Могли прятаться за укрытиями, вовремя кидать гранаты, чтобы выкурить противника и вступать в рукопашную, грамотно сокращая дистанцию. Разработчики ставили перед собой задачу подарить игроку кинематографический опыт. Будто игрок находится в центре боевика, и это у них получилось. Но как? Конечно, можно было бы поговорить, насколько круто Fear выглядела и выглядит, кстати, до сих пор. Про сюжет, про компанию Monolith и прочее, и прочее. Однако таких роликов в интернете полно, можете пойти и глянуть историю серии от Stop Game, например, она, кстати, клевая. А мы с вами сегодня поговорим об искусственном интеллекте. Настолько слаженно и умно боты не действовали, кажется, ни в одной игре. Но действительно ли они были настолько продуманы, или все это иллюзия и магия простых скриптов? Сразу хочу сказать, что я прошерстил очень много источников и кое-что добавил от себя. Больше всего информации я почерпнул из статьи Тома Томпсона, которую, кстати, довольно кратко и понятно пересказал Владимир Симыкин на ДТФ и публикации Джеффа Оркина, работавшего в Monolith. По сути, это можно назвать адаптацией, компиляцией источников и почти переводом. Просто ни одного ролика на эту тему в русскоязычном ютубе я не нашел, а значит, сделаю его сам. Ссылки на все источники я, конечно, оставлю в описании. В начале двухтысячных разработчики начали искать новые решения, как регулировать поведение AI в играх. Ведь тех способов, что были раньше, уже было недостаточно. Игры становились сложнее, графика краша и появлялась определенная тенденция на реализм. Двух состояний, просто гуляю, нападаю, как, например, в Pac-Man и плавного повышения уровня сложности врагов, как в Donkey Kong, было уже недостаточно. Нужно было создавать иллюзию думающего врага или напарника. Кстати, одной из первых игр, где был обучающийся AI, стала Pets. Поведение домашнего питомца зависело от стиля игрока, ведь каждый дрессировал их по-разному. Но мы сегодня все-таки про шутеры. Было и остается множество способов упрощения создания ИИ. И они продолжают развиваться и изобретаться. Например, Navigation Mesh — навигационная сетка. Это набор многоугольников, которые определяют, где NPC может передвигаться, не натыкаясь на преграды. Короче, чтобы враги тупо не бежали в стену. Где-то в 2000-х сетка стала часто использоваться в играх, хотя способ появился в робототехнике еще в 1980-х годах. Продолжал развиваться способ FSM — Finite State Mission — конечные автоматы. Это когда в один момент времени у NPC может быть только одно состояние. Если рядом появился игрок, то враг атакует. Если игрок потерян, то враг патрулирует. Ну и так далее. Соответственно, чтобы совершить какое-то действие, искусственный интеллект должен состояние поменять. Этот способ, кстати, использовался в Half-Life. И он же в свое время использовался в Pac-Man. Наверное, самым популярным методом до сих пор остается древо поведения. Его популярность пришла во времена Halo 2, и он надежно закрепился в индустрии. Закрепился, так как механик в играх становилось все больше и больше, а это идеальный метод для того, чтобы NPC быстро нашел в древе именно то состояние, которое больше всего подходит к ситуации. Есть и еще другие способы регулировать поведение. Например, древо поведения вместе с конечными автоматами образовывают технологию и иерархические конечные автоматы. Ну, короче, если рассказывать обо всех способах, то это нужно вообще делать отдельный ролик. Кстати, если вдруг хотите, напишите об этом в комментах. Предлагаю перейти к способу, который, к сожалению, не стал популярным, но, как минимум, подарил мне один из лучших игровых опытов, если не самый лучший, и стал основой еще одного современного способа создания искусственного интеллекта. Искусственный интеллект ФИР работает по принципу GOAP — Goal-Ariented Action Planning. Если попытаться перевести это на русский, то получится что-то вроде «целенаправленное планирование действий». И, по сути, это и является принципом такого способа. Действия всех NPC планируются для достижения какой-то глобальной цели. Запомнили это и отложили в сторону. GOAP опирается на реально существующую технологию искусственного интеллекта — A-Planning — автоматизированное планирование. И прежде чем поговорить о GOAP, нужно объяснить, что это за автоматизированное планирование такое. Смысл в том, что система пытается перевести существующее состояние в целевое при помощи определенных действий и их последовательности. Это так называемый план. Сейчас не пугайтесь. Чтобы составить план, системе нужна вся информация о игровом мире в данный момент. Вся информация — это предикаты или факты. Все собранные в единое целое факты образуют состояние мира в данный момент времени. Одним предложением. Система получает состояние мира при помощи сбора всех фактов в одно целое. Да что ты, черт побери, такое несешь? Непонятно? Это нормально, сейчас будет понятнее. Томми Томпсон предлагает такой пример. У нас есть закрытая дверь. Система хочет, чтобы противник открыл дверь, но для этого система должна знать факт, что дверь закрыта. После получения этого факта, или, как я уже говорил, предиката, система может запустить действие, которое ее откроет. Каждое действие при этом разбивается на три составляющих. Первое. Объекты, которые в действии участвуют. В нашем случае это дверь. Второе. Предварительные условия этого действия. The actions, preconditions. То есть факты, при которых это действие возможно. Нам нужно открыть дверь, поэтому нам нужна закрытая дверь. И последствия. Какие факты пропадают из состояния мира и какие добавляются. То есть, чтобы NPC открыл дверь, нужно как минимум два предварительных условия. А. Дверь закрыта. Б. NPC находится в комнате с дверью. И после ее открытия будет последствия. Предикат двери изменится с закрытой на открытую. А вот если NPC нужно не только открыть дверь, но и пройти в комнату за закрытой дверью, то предварительных условий должно быть уже больше. Дверь закрыта. Комнаты соединены между собой. Персонаж не может пройти сквозь закрытую дверь. Проанализировав все предикаты, система создает план, в котором персонаж открывает дверь и заходит в другую комнату через эту дверь. И происходят последствия для состояния мира. Предикат двери меняется на открытую, а предикат NPC меняется на другую комнату. Короче, автоматизированное планирование — это выяснить, что и в каком порядке делать. И глобально все понятно. Нихуя не понял. Ну, очень интересно. Ну, я надеюсь. Есть две комнаты, между ними дверь, открой дверь, зайди в комнату — готово. Но если посмотреть на детали, то все становится сложнее. Где стоит NPC? Что находится в комнате? Как он будет идти мимо предметов к двери? Что за дверью? Где игрок? И так далее. То есть, для видеоигры голое автоматизированное планирование не совсем подходит. Уж точно не для 2005 года. И теперь мы можем начать говорить о способе, который используется в F.I.R. Goal-oriented action planning. Или целенаправленное планирование действий. Есть такой человек, которого зовут Джефф Оркин. Он руководил отделом искусственного интеллекта Monolith Productions и был ведущим программистом проекта Goal. Еще в 2006 году на GDC, своей публикации «Три состояния», он рассказал, что система целенаправленного планирования действий управляется FSM — finite state machine. Конечные автоматы. Ну, помните, я рассказывал про нее? При системе конечных автоматов у NPC может быть только одно состояние, которое потом переключается на другое. То есть, система конечных автоматов и GOAL схожи. Но есть нюансы. В Half-Life у NPC было 80 уникальных состояний. А F.I.R. всего 3. Тут, наверное, возникает вопрос, а как же так? Ведь в F.I.R. клоны кидают гранаты, прячутся за укрытие, переговариваются, группируются и вообще ведут себя явно умнее, чем NPC в Half-Life. Хотя в свое время военные в Half-Life вызывали восторг. Секрет в том, что три состояния F.I.R. — это Первое — перемещение в положение в мире. Второе — воспроизведение анимации. И третье — взаимодействие с объектами. На схеме, которую показал Джефф Оркин, есть три этих состояния. Go To — это направление в определенное место, а также анимация этого движения. Прыжки, бег, ползания и прочее. Use Smart Object — это анимация взаимодействия с предметами. Открытие дверей, подготовка укрытий и так далее. И Animate — проигрывание анимаций. Например, стрельба, оглушение или просто чесание задницы. То есть, если говорить простым языком, все, что делают клоны F.I.R. — это движение и проигрывание анимаций. Именно поэтому, когда все эти анимации и движения происходят в правильном порядке, возникает ощущение интеллекта противников. А для того, чтобы узнать, в каком порядке все это отправлять NPC, система создает план и решает его при помощи алгоритма A-Star. В математике A-Star находит маршрут с наименьшей стоимостью от начальной вершины до конечной, сравнивая разные варианты. Короче, A-Star — это кратчайшее достижение цели. В итоге, эти планы, созданные A-Star, переводятся в состояние FSM, ну, Final State Mission, и дальше уже происходит передвижение и проигрывание анимаций. Ну, а если у NPC не будет цели, то система не сможет найти способ ее достичь, и в F.I.R. у противников есть около 70 целей. Каждая из них может быть инициализирована, обновлена и завершена, но это не все. Очень важно, что в игре есть система, которая позволяет определять приоритет этих целей. Если у врага есть две цели — патрулировать и убить врага, то пока игрока рядом нет, в приоритете будет патрулировать. Но как только игрок будет замечен, приоритеты поменяются. Система GOAP должна выбирать, что именно сейчас нужно делать. В игре есть 120 действий, но не все они доступны каждому типу противников. У разных типов противника есть разный набор действий, доступных для решения разных задач. Поэтому разные типы противников ведут себя по-разному. Если есть две задачи про патрулирование и убийство врага, как в примере выше, то клон будет патрулировать свою территорию, пока не увидит врага. Ассасин сбежит в какой-нибудь угол на потолке и будет сидеть там, пока игрок сам не придет к нему. А крыса просто побежит, потому что у нее нет возможности атаковать, поэтому задачу убить врага она решить не может. Задачи одинаковые, но набор возможных действий разный, поэтому так и получается. Но что делать, если план что-то нарушает? Например, враг хотел открыть дверь, а дверь открыл другой противник. Чтобы избежать проблем, система запускает быструю проверку. Проверка делает копию состояния мира, проворачивает на нем этот самый план и только тогда его выполняет. Помимо этого, у каждой цели есть функция Replan Required, которая проверяет, нужно ли отказаться от плана и получить новый от планировщика. Но отказаться от плана можно только если NPC выполняет анимацию, которую можно прервать, ведь если он уже начал прыгать в окно, то обратно в полете он не прыгнет. И, наконец, система проверяет прямо во время выполнения действия, что все предварительные условия и последствия остаются прежними. Если нет, план прорабатывается заново. И как только план выполнен, сразу же строится новый. Именно поэтому фир настолько динамичен. Да и, как правило, планы фир короткие. Одно-два действия. Иногда могут достигать четырех. Что интересно, Джефф Уоркин упоминает о том, что противники учитывают прошлые неудачи. Например, если противник хотел открыть дверь, а игрок ее условно держал, то он попробует ее выбить. Если и это не удается, то он может запрыгнуть в окно, находящееся рядом, и сразу вступить в рукопашный бой. То есть, искусственный интеллект учитывает в своих планах то, что дверь что-то держит. Однако есть одна проблема, о которой даже в Монолите не знали до 2014 года. Профессор Эрик, анализирующий производительность Гоуп Фир, заметил, что на некоторых уровнях падает производительность. Из-за крыс. Они строят планы, независимо от того, есть ли рядом игрок, и продолжают строить их даже тогда, когда он уже давно прошел мимо, пытаясь убежать подальше. Помимо тех систем, о которых мы только что говорили, в игре также есть глобальный координатор, который периодически группирует несколько ботов на основе их удаленности друг от друга. Поведение отрядов делится на простое и сложное. Простое поведение — это огонь на подавление, движение клонов с цепочками и так далее. Сложное — обход игрока с фланга, отступление и координирование атаки. Сложное поведение тогда могло вызвать вау-эффект у нас с вами. Например, если игрок начинает стрелять по врагу и попадает, то координатор видит, что укрытие больше не работает, и отправляет клона искать другое. Но ближайшее укрытие может оказаться у вас за спиной, то есть бот просто нашел кратчайший путь до укрытия не под огнем, а не зашел вам за спину. Но ощущение такое, как будто бы зашел. «Вас понял! Будьте бдительны!» Переговоры очень хорошо создают иллюзию умных врагов. Например, если враг остается один, то проигрывается «мне нужна поддержка», и дальше на уровнях обязательно будет больше солдат. Хотя никакой поддержки, конечно же, бот не вызвал, они просто ждали дальше по уровню. Или вместо того, чтобы клон кричал от боли, игра просит другого противника спросить о статусе раненого, и тогда на вопрос «ты в порядке?» он ответит, что ранен. Абсолютно гениальным решением является заставить противника, который не может выполнять ни один план и сидит на месте, получая пули, произнести фразу «мне некуда идти». Таким образом, враг оказывается не тупым ботом, а противником, у которого нет путей для отступления. Вся вышеописанная система из конечных автоматов и системы планирования просто не смогла бы работать на неподготовленных уровнях. Если просто взять бота и поместить его в пустое помещение, ни о какой иллюзии слаженных боевых действий не может быть и речи. Для всего этого нужен список целей, решений задач, укрытия, окна, двери и многое другое. Именно поэтому уровни фир могли быть неказистыми, зато всегда интересными для перестрелок. Причем, по словам Джеффа Оркина, дизайнеры отвечали за поведение противников только в сюжетные моменты. Все остальное система GO рассчитывала уже сама, в зависимости от поставленных задач. И это все становится заметно, когда играешь в аддон Perseus Mandate, который разрабатывала TimeGate Studios. Там противники ведут себя гораздо глупее, хотя в движке вроде как ничего не поменялось. А все потому, что уровни были больше, чем в оригинале, и не так продуманы. Из всего вышесказанного можно было бы сказать, что система GO была слишком сложной и загнулась, но это совсем не так. Модифицированная и измененная версия GO встречается довольно часто. Помимо уже культовых игр, таких как Тин Чернобыль и Deus Ex Human Revolution, можно вспомнить Shadow of War или перезапуск Tomb Raider. В какой-то степени GO плавно превратилась в систему HTN, Hierarchical Task Network, или иерархический планировщик сети, который используется в Horizon Zero Dawn. Этот планировщик отслеживает всех AI на куске карты и создает планы из нескольких действий, в которых уже есть последовательность. В любом случае, подобная система планировщика довольно сложна для реализации, и гораздо чаще разработчики выбирают путь попроще. Это печально, хотя, буду надеяться, когда-нибудь в мире появится новый Fear, который снова перевернет представление об AI в играх. А вот теперь, когда вы знаете, как работает искусственный интеллект Fear, попробуйте в него поиграть снова, на максимальном уровне сложности. И поверьте мне, вы очень быстро забудете, как всё это работает, и будете просто наслаждаться тем, насколько противники умные и как они действуют. И прежде чем закончить, я предлагаю вам вспомнить, в какой игре вас что-то поразило. Это может быть сюжет, геймплей, музыка или что-то ещё. А я попробую выбрать самую интересную тему и сделать ролик по ней. И на сегодня всё. Буду благодарен, если вы поставите лайк, подпишитесь и ткнёте колокольчик. А ссылки на свои стримы я оставлю в описании. Надеюсь, дальше роликов будет побольше. Спасибо за то, что смотрели. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok